всем добрый день мы начинаем с вами новый третий заключительный ролик по улице даевского закончил я наш маршрут предыдущий на улице ушакова здесь вот этого желтого здания сейчас пройдемся погуляемся по ней полностью догуляем до конца скажем так до самого в этой части как-то особо покажется мучила заботчики деревья красивые такие а вот здесь уже более-менее ничего так красное и белое сейчас многие мужчины да не тут мужчины оживятся видят этот магазинчик знаю что там много всякого вкусного фон бет выпил поиграл выиграл и опять столовой затусил не гуляй дальше уже по улице обоих прям перед нами часть социалистическая выход к и какие-то какие-то театру восходу туда вот на улице лазарова много всяких интересных местечек там конечно же тоже но если бы мы не пойдем мы сейчас с вами, как говорится, добьем улеча до Евского. Я не скажу, что там впереди, вот, ближайшие метра 200, наверное, будет очень весело и интересно. Тут, тем более, прямо на сексуалном переходе. Пошел развернуться вот этот пежовичок. И домой. Ну, что, не менее, пройти надо. Пройти надо показать. Социалистическую и так все прекрасно знаете. Но мы еще пойдем. Она у нас будет следующей какой-нибудь там. Не совсем следующей. Она в какой-нибудь из серии будет обязательно. А сейчас из-под вот этого вот мостика, можно сказать, откуда я там тоже ходил. Идем в сторону Марину. К тем, как я говорил, моим любимым домикам. Вернее, как бы сказать так. Не то, чтобы они прямо мои любимые, нет. Но там какая-то специальная, не какая-то специальная, а просто какая-то такая аура. Там живут люди. Как-то так дружно, что ли, я не знаю, может быть. Может быть, мне кажется так. Ну, там как-то уютненько так. Маленькая, старенькая, советская слава из-под. Наверное, так назову ее это местечко. Тут недалеко. Справа теплосети. Слева Марина. Домик большой, большой, красивый. По идее, транспортировка тепла до этого дома не должна занимать многое. Тратить на меня много не надо. Все быстро. Так, бац, бац. Сразу должно быть тепло в этом домике. Здесь как бы такой, знаете, полупромышленный район. Мне говорят, что это какое-то холодильник или что-то там такое. Я, честно говоря, раньше сюда особо-то и не захаживал. Ну, ничего мне тут было делать, только в каком-то смысле этого слова. Никаких таких вот выдающихся объектов здесь особо не наблюдаю за исключением, наверное, Марины. Ну, вот в этом году уже, в этом году я уже случайно вот набрел на эти домики, да, там прикольно, там мне нравится. А люди здесь живут тоже по-разному, как видите, в Лазарьской. Кто-то живет вот в таких вот маленьких домиках стареньких от Даевского. Вот видите, 81. Пристроили дворики вот такие вот уютненькие, красивые, стараются облагородить. Ну, не знаю. Не уверен, что живется им тут хорошо. Это вот как я понимаю. Двухэтажный домик. От него уже вот немножечко тут пристроили. Комнатки. Хотя бы так, хотя бы так, хоть немножечко расширить. Которые все свое живье. Рядом вот буквально сразу железнодорожные пути. Взяли бы и построили бы народу на этом месте. Ну, хотя бы пятиэтажный домик. Расселили бы, чтобы они жили там. Ну, ума мне хорошо. Размештался я. Как же. Нет, ну, это территория вся сюда верфи. Я так, насколько я понимаю. Не знаю, что тут будет. Что тут построят. Я бы уже вспоминали с вами про аквапарк. Зимний аквапарк. Были такие речи, что здесь хотят построить зимний аквапарк. Не знаю, будет он или не будет. Если на то финансируем. Кому принадлежит земля. Слышал, что целевое назначение евреи как поменяли. Что на что, не знаю. Может быть построить дома. Может действительно какой-нибудь я не знаю, развлекательный центр. Было бы неплохо. Парк сделать какой-нибудь здесь тоже такой вот. Но решать это буду уже не я, товарищи. Может быть даже, к сожалению. А может нефиг, наверное, свой нос ссувать-то. Вечно хожу тут. С камеры ссую свой нос, куда не надо. Ну, однозначно, что-то когда-то будет. Такой ровный, отличный участок земли около моря. Наверное, облагородит, я так думаю. Ну, а тем, кто желает приобрести квартирку в этой море, записывайте телефоны 8-918-909-4355 или 8-988-1-4-8-10. А вот вы купите квартирку. Где же накопили? Домик неплохой, интересный. Место расположения тоже такое достаточно хорошее. Море сразу прям, выходите сразу в море. Есть и паркинг. До цента тоже недалеко. Ну, в общем, как будет так. Коммунатор посмотрит еще в интернете, где можно проходить. Огромная территория судовершия, я как я понимаю, я ее жгну. Рано или поздно все равно ее облагородят, сделаю тут красиво и хорошо. Ну, не может такое вечно твориться, вот такое вот безобразие. Я не знаю, может они сюда вверху, может это еще какой-то объект. Ну, в общем, как бы соседство будет хорошее. Дорогу в этом году, слава богу, сделали администрацию, наша проложила, хороший асфальтик теперь. проехать можно. Едешь и не боишься, что попадешь в какую-нибудь ямку глубокую. Кстати, отсюда видно стало цифровое табло. 15 градусов показывает, влажность 60, 756 миллиметров тут на столбах давление. Ну, знаете, я вам скажу, что я иду в куточки зимний, в Олимпийке еще двойки, и что-то как-то мне как-то нехотит. Не скажу, что мне прямо в штате жарко. Вот он дворик. Вот он он. Вот его дворик, закрытая парковочка, смотрите, это время. Прикольно. Прибывает скорый поезд в Туапсе аэропорт. Вот туда, вот туда вот прибывает. Ну, а мы с вами отправимся к морю. Мимо этих домиков кто-то, как только их не называли, если честно, Шанхай, как-то там еще в сосиске по-разному. Ну, может быть, да, внешне они некрасивые, но установочка тут какая-то такая вот такая вот своя особенная. как бы вот так. Наверняка бы хозяева этих домов, домиков, хотели бы тоже, может быть, жить, богинь, так. в хорошем особняке. Но нет возможности, наверное. Как бы так. Вот и пойдемте мимо Голливуда. отправимся к морю и посмотрим, что так там творится. Тем самым завершим наше путешествие вот по улице Адоевского. Вот так вот тут и живо. Вот видите. Домики вот облагородили, красивенько сделали. Смотрите. 97 домик. Площадочка, столик посидеть спокойно. Молодцы. Во всяком случае, стараются. А посмотрите, что творится там над морем. Опять-таки загадочные тона. Море как будто какое-то первого мутрого, синее, а небо совсем другое. В общем, сами все увидите, что я тут рассказываю. Я все равно не передам цвета вам. Хотелось бы увидеть хотя бы одного дунчинчика. Что-то как-то не везет нас с ними в последнее время. Смотрите. Людей на пляже практически нету. Вот парочка гуляют, ребят. дышит свежим воздухом. Ну, а мы, коль, пришли сюда тоже. Дойдем, посмотрим до самого конца. Такое впечатление, что домики обновили. Я не помню, честно говоря, уже что-то. Такое впечатление, что все новенькое такое, знаете, новенький заботчик, новенький ссадин. Хотя, наверное, уже этот жимот сделано. Как бы вот так. Выходишь вот из этого домика, допустим, живем в море и сразу с разбега из начального периода через бетонное ограждение это место, конечно, с разбега в баре вот туда. Демократ. А тут такой вот островок. Видите, прям даже бетонные плиты светлые такие и брусчаточка. Видите, старались. Ну вот, в принципе, мы и дошли с вами до 101-го дома. Вот этот домик мне тоже нравился. Тут синенькая беседочка, наверное, я уже... А, нет, еще не прошел. Тоже прикольненький участок. Показывал вам уже неоднократно как, в принципе, все в Лазовской. Вот он с терраской, с качелькой. И знаю, что кто-то из моих подписчиков жил здесь, вот, в 101-м. как говорится, на стене висит, жжет, она должна выстрелить. А если мы идем вдоль моря, то мы просто должны подойти к мрую. О, палатка. Кто-то, видите, везет в палатке самого Синего моря. Наедрый месяц. В Индии большой привет из этих мест. И вот такая вот красота. Как не странно, почему-то здесь вороны. Где чайки-то? Где вороны здесь не поводят? И вот такой вот наше море. С красивыми, красивыми волнорезами. Ну, хотя, красивые, красивые они или нет, можно поспорить, конечно, но так симпатичные. Сорма у них своеобразная, видите. Ну, вот так, товарищи. На этом говорю вам до свидания. Ролик такой только что затянулся слишком длинный стал. Всем пока, до новых следующих роликов.